В зале органной и камерной музыки аншлаг. Чтобы вместить всех желающих послушать и посмотреть известную сказку по щучьему велению в необычном прочтении, в зале пришлось организовать дополнительные места. Это не просто спектакль, а опера, музыка известного кубанского композитора Владимира Чернявского. Он также написал мелодии к мухе-цикатухе и теремку. То, что еще отличает услышанное зрителями в органном зале от привычной сказки, это не переработанный текст. Это опера по дореволюционному образцу. Трудились над ней несколько месяцев. Артистам ансамбля «Кудрина» пришлось не просто освоить большой объем музыкального материала, но и серьезно поработать актерски. Год театра мы начинаем такой постановкой и надеемся, что в течение года еще у нас будут интересные какие-то представления, потому что артистам очень нравится вот такая деятельность творческая, потому что песню играли, рассказывали. Популярный сегодня в Европе формат семистейдж. Мы использовали его, мы применили это в нашей работе. Семистейдж – это концертное исполнение оперы. Технические возможности нашего зала не позволяют использовать масштабные декорации. При этом нам очень хотелось сохранить камерный формат этого спектакля для того, чтобы быть ближе к зрителям. А еще зрители оперы впервые увидели и услышали звуки древнего инструмента «билы». «Билы» называют плоскими колоколами. Его звучание тоже очень похоже на колокольный звон и отлично вписалось в атмосферу спектакля. Вот этот звук, он сакральный, он в общем-то божественный, но очень чистый, очень красивый, тембрально очень красивый, необычный. И я уже с кем только не играл, вплоть до того, что даже с Мариинским театром, понимаете, то есть мы играли одну пьесу с «Билыми». Это было действительно бесподобно. Премьера оперы по щучьему велению прошла с большим успехом. В Сочинской филармонии поделились, что готовы и дальше экспериментировать с формами и жанрами на радость публике.